Добрый день! Всем нам известно, что живая природа постоянно находится в движении и развитии, и поэтому изменения в ней происходят постоянно. В мире природы есть свои новости, свои интересные события и факты. Интересно, а какие новости происходят в мире заповедной природы? Чтобы ответить на этот вопрос, сегодня в экологическую библиотеку мы пригласили Татьяну Николаевну Корякину, специалиста отдела экопросвещения Лапландского государственного природного биосферного заповедника. Татьяна Николаевна, Вы работаете в отделе экопросвещения. Расскажите, пожалуйста, о своей работе. Отдел работает с 1997 года. Основными направлениями являются выставочные экспозиции, выпуск рекламной продукции, участие в природоохранных акциях. В снежный период в заповеднике происходят важные и значимые события в жизни птиц и зверей. Вообще зима – наиболее тяжелый период года в жизни большинства наших животных. Однако многие из них приспосабливаются к суровым условиям севера и могут благополучно пережить суровый период. Первые робкие лучи солнца появляются над горизонтом после полярной ночи. Хвойные деревья тянут свои пушистые лапки навстречу светилу. Снег плотным одеялом укрывает заповедное озеро. Перепады высоты и скорость течения делают ручьи незамерзающими даже в тряскучие морозы. Вокруг камней и приводных препятствий в воде образуются причудливые димы. Снежные шапки создают неповторимый пейзаж северного леса. Несмотря на зимнюю красоту, многие птицы улетают зимовать на юг. Но некоторые из них все-таки остаются в нашем городе. Как же люди могут помочь пернатам пережить эти суровые времена? Акция «Покормите птиц», которая проводится Союзом охраны птиц России с 2002 года, нацелена на помощь зимующим птицам в тяжелое для них время года. Отделом экопросвещения Лапланского заповедника в Манчегорске, в том числе рядом с экологической библиотекой, установлены подкормочные площадки для пернатам. В черте города Манчегорска можно увидеть зимующих птиц, домового воробья, большую синицу, снегиря. В парке на окраине города, в естественных лесных массивах, видовой состав будет более разнообразен. К уже названным видам могут присоединиться сероголовая, буроголовая, гаечки, кукша, сойка и другие виды. Если в кормушке или рядом с ней развешены ягоды или мелкие плоды, это привлечет свиристелий, кусочек несоленого сала, синиц и гаечек. Эту птицу тоже можно увидеть в черте города. Как же приспосабливается глухарь к северным условиям? Птица устойчиво стоит на снегу и может уверенно передвигаться по сугробам. Самца глухаря отличает аккуратная борода и контрастное оперение. Клюв приспособлен для склевывания почек и веточек излюбленного зимнего корма. Каждый год Союз охраны птиц России объявляет годом какую-то птицу. 2021 год объявлен годом какой птицы? Действительно, уже более 20 лет Союз охраны птиц России выбирает птицу-копер. В 2021 ряд эколого-просветительских мероприятий и природоохранных акций посвятят одному из представителей отряда соколообразных – копчику. Это хищник небольшого размера. Размах крыльев достигает 80 см, тело – до 30 см, а масса – до 200 г. Другое название – красноногий. Сокол получил за кирпично-красный цвет перьев на подхвостье и штанишках у самцов. Этот редкий вид птиц занесен в Красной книге Северо-Западного федерального округа. В Лапландском заповеднике встречается ближайший родственник – пустельгам. Скажите, пожалуйста, а что происходит на усадьбе Лапландского заповедника с появлением первых лучей солнца? Каких животных, птиц можно увидеть в это время? С каждым днем продолжительность светового дня увеличивается. На усадьбе заповедника можно увидеть зимующих птиц – куропатку и рябчика. Встречаются следы копытных – дикого северного оленя и лося, хищников, куницы, норки, горностая, а также полевок. Яркие, уникальные снимки, сделанные на заповедной территории в течение года, живописно отражают нетронутый первозданный мир Севера. Из объемного фотоматериала, отснятого сотрудниками природоохранной организации и волонтерами, выбираются редкие, исключительные виды, достойные войти в экспозицию. Краткие, емкие названия и тезисы усиливают восприятие фотокадра. В нашем городе особое внимание уделяется белкам. В течение года они активны. Часто их можно встретить в парковых зонах, на улицах, площадках. Белка активна в течение года. Скажите, а что происходит в беличьей жизни именно в феврале? Еловые веточки являются основным материалом беличьего гнезда – гайна. Побегами хвои лакомятся зверки, пополняя свое линю витаминными добавками. Яркий рыжий мех появляется у грузна после весенней линьки. Самые ранние сроки начала гона у белок зафиксированы в Лапландском заповеднике в конце февраля – начале марта. Гон продолжается еще в апреле и прекращается только к концу этого месяца. Начало гона определяется кормовыми условиями, а дальнейшее течение брачного периода – погодными факторами. Густой мех достаточно хорошо защищает этого зверя от холода во время жировок. Вне гайна своего жилища она проводит всего несколько часов в сутки, а в сильные морозы и ветер тем вовсе не покидают свое укрытие. Здорово! Скажите, пожалуйста, а вот именно в Лапланском заповеднике ведется наблюдение за белками в городе? Да, действительно, в летописи природы Лапланского заповедника вносятся наблюдения, сделанные вне заповедной территории, в том числе в городе Манчегорске. В городе у этого вида практически отсутствуют естественные враги и конкуренты, например, куница. Помимо своего основного корма сосновых и еловых семян, городская популяция питается несвойственным кормом – хлебом, семенами подсолнечника, печеньем. Важно помнить, что белки могут быть переносчиками насекомых, а острыми коготками при контакте поранее человека. Татьяна Николаевна, сейчас в городе проходят конкурсы рисунков «Мир заповедной природы» и «Сохраним природу от лесных пожаров». Кто может принять в них участие? Расскажите поподробнее. Ежегодные творческие конкурсы рисунков «Мир заповедной природы» и «Сохраним природу от лесных пожаров» объявлены среди воспитанников детских садов, школьников и студентов. В 2021 году героями творений станут сокол, копчик и роботизированная техника по тушению пожара. По итогам выставки работы победителей будут экспонироваться в экологической библиотеке. Часто посетители экологической библиотеки задают вот такой вопрос. Как можно попасть в Лапландский заповедник на экскурсию? На сайте заповедника можно получить свежую достоверную информацию о мероприятиях и сроках их проведения. Мы благодарим нашу гостю за интересную и полезную информацию. А всем, кому интересна тема природы, следите за экологическими новостями на информационной странице экологической библиотеки города Мончегорска в социальных сетях ВКонтакте, а также на сайте Лапландского заповедника. Ближайший праздник 27 февраля – это Международный день белого медведя. Этот день люди отмечают по всей нашей планете для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам этих огромных белоснежных животных. Вопрос – а неужели у этих великанов тоже есть проблемы? Интересно получить ответ. Следите за экологическими новостями. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!